В России стартовал совместный проект Министерства образования и Сбербанка, который с 1 августа начал выдавать образовательные кредиты, причем, как говорят инициаторы, на приимлемых условиях. Об этом не только нам расскажет Светлана Зорина. Света, здравствуй, все-таки это хорошая новость для студентов, и какова процентная ставка? Иван, здравствуй, новость, думаю, неплохая, как и ставка, не выше 9%. Кредит будут выдавать всем студентам и абитуриентам вузов, имеющих лицензию. Льготный период длится весь срок обучения, сумма не более стоимости, указанной в договоре. Во время учебы студент не должен выплачивать банку основной долг, только часть процентов. А возмещать всю стоимость обучения человек будет в течение 10 лет после получения диплома о высшем образовании. При желании заем можно погасить досрочно. Основные условия непростые. Приходит студент, приносит документ, паспорт, договор о платном образовании. И это является основанием для того, чтобы получить финансирование. Здесь преимущества основные от условий, которые сейчас стандартные для жителей, заключаются в том, что ставка пониженная, как правило, до 9%. Кроме того, есть льготный график погашения. Отмечу, что такая программа уже действовала ранее, и вот сейчас было принято решение ее возобновить. Как отметили в Тюмгу, потребность в образовательном кредите действительно есть. По крайней мере, раньше, пусть и немного студентов, но этим продуктом пользовались. Раньше было ее достаточно сложно получить, и, соответственно, были условия немножко изменены. Сейчас эта программа очень лояльная. Она, думаю, будет способствовать получению людьми высшего образования за счет данных кредитов. Самая дорогая профессия, она связана, конечно же, с естественно-научными специальностями, потому что там требуются различные приборы, оборудование, реактивы зачастую. Поэтому у нас самая дорогая – это магистрская программа по физике. Она стоит 350 тысяч рублей. Самые дешевые – это в основном гуманитарные направления подготовки, социология, филология, документоведения. И они тоже выше 100 тысяч. В индустриальном университете самая дорогая специальность – больше 200 тысяч. Нефтегазовое дело – самая дешевая – прикладная математика. Согласитесь, обстоятельства бывают разные, и не все семьи могут себе такое позволить. Но вузы за часу идут навстречу желающим учиться. В зависимости от того, какие имеются баллы у поступающего, то можно снизить стоимость обучения до 15%. Это только за счет его результатов единого государственного экзамена, либо пройденных вступительных испытаний. Самое большое, что у нас есть в этой программе лояльности, что лица, поступающие на договорное обучение, по прохождению обучения через 4 года, если университет их не трудоустроит, мы вернем им не то что всю стоимость, мы вернем им 110% от затрат на обучение. Бонусы предлагают и в Аграрном университете 20% скидки для выпускников профильных направлений техникумов-партнеров. Да и вообще каждый абитуриент, получивший более 120 баллов по ЕГЭ по трем предметам, имеет право претендовать на послабление от 5%. У нас установлена единая стоимость для всех направлений подготовки. Она, как я уже говорил, составляет 180 тысяч. Достаточно большой спектр скидок. Он рассчитывается, исходя из многих параметров. Наверное, самым востребованным является это средний балл ЕГЭ. По данным ЕГЭ студенты могут получить скидку до 30%, а стоимость будет составлять 126 тысяч. Мы решили провести небольшое исследование и сравнили цены по одним и тем же направлениям в Тюмени, Москве и Екатеринбурге. Юристам и математикам выгоднее учиться в соседнем регионе, а вот наши, возможно, будущие коллеги-журналисты сэкономят, получая образование здесь. В Москве, что неудивительно, самый высокий ценник на все программы подготовки. Вернемся в Тюмень, медицинский университет. Здесь самое дорогое направление – стоматологическое дело. 250 тысяч рублей в год. Самая дешевая – фармацея – 180 тысяч. Цена складывается из многих факторов. Первое и самое главное – это то, что ежегодно Министерство образования и науки проводит индексирование по стоимости обучения и устанавливает для конкретных вузов стоимость обучения. Документ этот есть у них на сайте. Мы же вводим дополнительно еще поправки, исходя из районного коэффициента. Собственно говоря, из этого и всего складывается стоимость обучения. Надо отметить, что больше половины здесь мест бюджетных и напоследок о них. Их количество в конкретном вузе зависит от двух факторов. Как государство оценивает востребованность конкретной специальности и как государство оценивает уровень самого вуза. Общее количество бюджетных мест в российских университетах в прошлом учебном году составляло 625 тысяч. В этом уже 549 тысяч. Что же, здоровая конкуренция? Думаю, это может стать отличной мотивацией для старшеклассников. Учиться хорошо, а бесплатно еще лучше. Иван. Золотые слова Светлана. Большое спасибо. О механизме выдачи образовательных кредитов нам рассказала Светлана Зорина.